Добрый вечер, друзья! Сегодня с утра только я делал сюжет о том, что та реформа, которую предлагают сделать республиканские два сенатора, и которую поддержал Трамп, и которая направлена на сокращение вдвое легальной, еще раз подчеркиваю, легальной иммиграции, шум большой поднялся после этого всего. Вот я с утра делал, и вот все средства массовой информации, только ленивый не пишет, значит, уже такие пошли радостные заголовки в Рунете, в русскоязычной, в российской прессе, вот, мол, там, хана, значит, гринкарт, лотерея, там, туда-сюда, и у меня такое ощущение, что мой голос был единственным, который сказал, ребята, из всего этого вот шума, мусора, круговерти, всей этой ерунды и балабольства, то есть только я сказал, что есть замечательный результат, что в этом году лотерея состоится, то есть понятно уже, что она в этом году состоится, хотя были сомнения, были там угрозы, что вот сейчас, вот сейчас мы эту лотерею, сейчас мы эту лотерею, и, понимаете, есть какое-то количество, ну как, я извиняюсь, количество, там, десятки миллионов хомячков, которых надо кормить на ленте Твиттера, понимаете, их надо там кормить, и они должны знать, что там, это сейчас, да, порядок сейчас наведет, там крутой матч, и дальше можно ничего не делать, вот, например, вот эта идея с запретом трансжендер, вот эти вот, те, кто пол менял в американской армии, а кроме Твиттера ничего не было, то есть вот не было, ну как положено, президент, как действует, он, значит, дает распоряжение Министерству обороны, он же главнокомандующий, он дает распоряжение, и там по инстанции пошло инструкции, написали, там, ничего не было вообще, то есть единственный потребитель, вниманию которого предлагалась вот вся эта вот трансджендер, вот эта фигня, это тем, это вот этим вот там на Твиттере хомячкам, больше никому, вот так оно в целом, это, а им не важно, ну сказал человек и сказал, вот, и у них уже это как будто вот это все случилось, они живут-то радостными своими какими-то мыслями, им совершенно реальность не важна, и вот то же самое и с этим происходит, то есть терпя поражение за поражением, очень важно администрации, президенту, им очень важно показать, что они всех победили, они каждый раз, когда терпят очередное поражение, им надо, значит, очередной раз показать, как они победили всех, и весь их разговор о том, как они всех победили, и вот, собственно, вот они сейчас снова всех победили, они как сейчас вышли с законопроектом, Сейчас президент как поддержал вот это вот все, а дальше не будет ничего, нечему быть. Они через какое-то время опять поднимут, они где-то на голосование, может быть, поставят, хотя окна для этого нет, вот в той повестке дня, которая у них действительно, ну, серьезно, так сказать, вот тут вот, вот прям сегодня, и нужно срочно вот так вот нужно, вот так нужно. Ну, представьте себе, что вот там на сколько, я не знаю, 10, 15, там 12, 14 процентов выросла стоимость ценных бумаг с ноября только на том, что ожидается, что снизят налоги на предприятие, соответственно, прибыль предприятия вырастет, соответственно, акции уже выросли. Представьте себе, завтра выяснится, что налоги понижать не будут. Вот что будет с рынком ценных бумаг в один день, в один час, что с ним будет? Поэтому нужно срочно что-то делать, но действительно с налогами, со всеми делами, поэтому нужно столько и мне до вот этого вот. Значит, произошло очередное вбрасывание корма хомячкам, и все, и дальше не будет ничего. Ну, может быть, еще полдня поговорят. Значит, эта тема будет висеть в воздухе, ну, в новостях, там, в ленте будет висеть, до тех пор, пока опять что-нибудь не случится. Где-то компромат какой-нибудь, где-то там из мышпухи президента родня, да, мышпаха на Иврите, это мышпаха, на Иврите, это мышпуха, а так, по-простому, родня. Когда в семье, так сказать, президента что-нибудь опять случится, или какой-нибудь советник опять кого-нибудь матом пошлет и так далее, и вот дальше будет очередное вбрасывание, хомячки опять закричат «Ура!», «Мы всех победили!», вот, никогда не было такого хорошего президента, и, да, собственно, вы слышали все, что они говорят. Да, тут говорят, а вот наши соотечественники, которые поддерживают вот этого президента и вот это вот все, это получается, что они сами эмигранты, а как бы за то, чтобы перекрыть эмиграцию, как же это совмещать, вот это все. Спросите у них лично, вот вы видите какого-нибудь вот такого, и спросите, а что, вот ты лично действительно хочешь, чтобы никто из нас уже больше приехать не смог, там, например, просто у них спросите, если что. Но, что существенно? Существенно, что ничего не произошло, вообще ничего, кроме просто вбрасывания. Был анекдот, я расскажу давно, может быть, я рассказывал, но вот я еще раз, я вам напомню, про советскую пропаганду, когда спрашивают, что такое философия. Это говорят, когда в темной комнате ищут черного кота, а вот марксистско-ленинская философия, это как? А это говорят, когда в темной комнате ищут черного кота, заранее зная, что его там нет. а вот современная марсистско-ленинская философия советская а это говорят когда в темной комнате ищут черного кота заранее знаю что его там нет но время от времени покрикивая ага попался вот покрикивание очередное произошло искали в темной комнате тема черного кота заранее знаю что его там нет но надо покрикивать надо покрикивать там реформа здравоохранения там проголосовала палата представителей за какого-то уродца только с целью откуда-то откинуть вот и чтобы там дальше разбирались уже без них на такое торжество такая победа как я не знаю что никогда еще так не побеждали зияющие высоты наших побед вот значит отлично сейчас новую новую зияющую высоту взяла администрация сделав вот этот вброс который подхвачен тем кому надо о чем-то писать и тем более тема такая горячая вот и так далее значит ничего не будет просто ничего то что они там предлагают вредно никакого смысла не имеет то есть страна богатеет эмиграции они беднеют то что допустим там знание английского там и так далее слушайте полно народа на стройке работает без знания что за проблема такая сознанием английского не было никогда такой проблем поэтому я я не вижу ничего представьте себе что в тринадцатом году в 2013 году ровно четыре года назад примерно в это время там пару месяцев вот еще добавьте мы говорили о реформе здравоохранения реформе эмиграции вот на этом канале которую тогда принял сенат принял усилиями двух партий сенаторы из обеих партий собрались сделали проект этот и там было вот то что они сейчас хотят сегодня там все было там было ограничение семейной миграции там было увеличение профессиональной иммиграции то есть упор был на на эту на на профессиональную а не на семейную как как сейчас там был забор 50 миллиардов долларов выделили на забор да вот хрен с ним уже пусть будет забор там отменяли green card лотерею вот все то что так с таким победным воплем сейчас вот это вот это же все вот это вот же все она уже там было и когда спустилась это в палату представителей чтобы проголосовать где было большинство у республиканцев и они просто не поставили на голосование зная что если поставить на голосование то реформа будет принято голосами как демократов так и республиканцев которые поддерживают реформу но они просто не поставили на голосование у них есть свои соображения почему они это не сделал почему они это сделали так просто я вам рассказываю так тому чтобы вы понимали что никакие вот эти принципы вот эта борьба за что они сейчас ведут вот это вот за эти зияющие высоты они эти высоты могли взять четыре года назад ровно вот в тринадцатом году вот в это время уже могли принять закон и было бы все и забор был бы на который сейчас они денег собрать не могут никто им больше не дает и green card лотерею бы отменили и прости квоты там на h1b там и профессиональные миграции усекли усекли бы семейную все это уже было и они и вот эти вот республиканцы которые сегодня у власти они это все и похерили понимаете поэтому нет там конечно был еще аспект связанный с нелегальной иммиграции до который их в основном не устраивал это правда это это отдельно но просто я к чему рассказываю что вот такая вот фигня уже уже договорились самое главное что они же наверху договорились в сенате они договорились и президент готов был подписать и в нижней палате было большинство необходимое для того чтобы принять закон большинство было они искусственными методами искусственными не поставили закон знаю что он пройдет если его поставить ребята все нормально значит на лотерею никто не покушается вот из того что мы сейчас видим я даже не знаю я думаю что шансы на то что они до нее доберутся когда бы то ни было запредельно низкие не говоря о том что если все будет идти так как сейчас то через годик с небольшим там в ноябре следующего года будут новые выборы они потеряют большинство как минимум в одной палате из двух и на этом все закончится все снимется вопрос о лотерее им придется договариваться конечно остается возможность что они сядут и договорятся и тогда демократы уже согласились на то чтобы скинуть лотерею ну правда они правда в обмен на кое-что да то есть они скидывали лотерею они скидывали семейную миграцию в обмен на легализацию нелегалов там и так далее то есть для них лотерея это просто разменная монета то есть казалось бы они могли бы договориться но это в принципе они могли бы а на самом деле эти люди уже 10 лет договориться не могут ни о чем то есть редчайший случай чтобы они о чем-то могли договориться но вот может быть санкции там да против российской федерации это правда вот это они могут 98 против 2 проголосовали в сенате это у них действительно единодушно произошло а все остальное проблема бюджет проблема налоги проблемы здравоохранения проблема проблем неразрешимые договариваться они не то что они не пытаются у нас большинство мы сами они гадну сами не получается но но договориться мы точно не будем поэтому вот такой бардак в этом бардаке лотереи совершенно ничего не угрожает так бы я сказал и тех кто хочет участвовать в этом году в следующем там и далее ребята я вас поздравляю как минимум с тем что один розыгрыш у нас есть потому что в ноябре прошлого года в ноябре прошлого года в интервью там я не помню какой там агентство было 710 не помню трамп сказал что это последний год когда лотерея мы ее отменим он уже был избран по моему в этот момент отменяем последний год значит как минимум мы и полу еще 50 тысяч человек смогут поучаствовать как минимум но на самом деле получится если не поучаствовать получит грин карту но на самом деле правда я никакой угрозы не вижу вот нас насколько раньше угроза просматривалась и и казалось совершенно немыслимым что лотерею не отменят вот настолько сейчас мы видим что никому это не нужно вся эта вся эта вообще волна им против иммиграции легальной нелегальной гомосексуалистов там этих лгбт там это все вбросы для хомячков которые сидят на твиттере и для них twitter абсолютно заменяет реальную жизнь им не нужно ничего в реальной жизни им достаточно twitter вот им туда бросают вот и пожалуйста значит вот они они с удовольствием с хавой так я думаю вот то есть как бы не остается ничего больше понимаете я бы с удовольствием рассмотрел много вариантов но я не вижу поэтому друзья конечно это не повод не рассматривать другие способы иммиграции я я не хочу сказать что вот если есть лотерея эту остальное надо откинуть нет я как раз наоборот я говорю лотерея это один путь может быть еще есть 2 или 3 но есть люди которые действительно не смогут сделать ничего если только это не будет лотерея такие случаи есть такие ситуации есть без того чтобы человек просто-то сказал я не буду я того не буду этого не буду он даже если бы хотел он не может есть такие случаи поэтому тут уже отдельная история Вперед, смотрим, что получится Как будет разворачиваться событие И, друзья, если вы смотрите Вот сейчас на меня И вы не подписаны на наш канал Не говорите никому, что вы интересуетесь Вопросами иммиграции Ну просто, потому что это неправда Потому что, если вы интересуетесь вопросами иммиграции Вы будете смотреть наш канал На котором Все новости иммиграции На котором на ваши вопросы Отвечают иммиграционные адвокаты Американские, опытные, матерые Ударные, крутые Масса историй Масса историй, рассказанных иммигрантами О том, как, что, чего Я вот только сегодня одну историю записал Вот через пару часов подвешу Так что, друзья, вперед Хвост пистолетом И, как сказать Мы не станем говорить, что у нас Грудь впала Зато спина колесом У нас и грудь колесом И спина на месте И, в общем, все в порядке До скорых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok